Продолжение следует... 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 Так, теперь следующее у нас с 7-8 годов. Сейчас также мы начнем с 3-го места сначала, дальше уже перейдем на 1-е место. Так же как у 7-8 годов, то есть как у 9-10 годов, у 7-8 тоже получилось там минимальный отрыв. За 1-е место там очень близко получилось. И также в 1-е балл была разница. Сейчас мы наградим 3-е место. Сейчас, секунду. Так, 3-е место у нас по итогам 2022 года. Заработал 18 баллов. Это у нас стал Адакши Ивраджар. Сейчас все четкие терапия. Теперь 1-е место. У нас 1-е место заработал количество 42 балла. 2-е место заработал 41 балла. Так же эти оба ребята боролись и на титаны, и на таких турнирах. Они неплохо показали себя. У 1-го 9 первых мест, там еще пару третьих, там по-моему, 2-ых кажется нету. И так же у другого тоже 8 первых мест, там 8 первых мест, там 8 первых мест было. И там сколько у 2-ых, 3-ых я сейчас точно не думаю здесь есть. Ну, в любом случае, там заработали они на пьедестале, стояли там больше 10 раз за этот год, 2022 год. И из них занял 42 балла и стал чемпионом этого года. Это Рожбалинов Султан. Он победитель Тупиковой России, он победитель Юность России отборочного турнира был в Смоленске. Он в прошлом году, конец декабря, он также был чемпионом города у нас. И неплохо показался. В прошлом году он получил статую как прорыв года. В этом году он уже стал как лучший борец. Поэтому поздравляем его. И второе место занял у нас Багилов Зубаилев. Мы тоже гордили самых наших стабильных борцов, показывали в последнее время хорошую борьбу. Но в этом году немножко Султан был лучше. Так, теперь прорыв года я еще раз говорю. Прорыв год я не давал там за второе место или за третье. Я ее даю статуэтку. Это мальчик, который в этом году проявил себя. Именно в этом году, который показал там результаты, по сравнению с другими годами. Это у нас Адагиши Юраджак. Мы на России. Я стал, как он обидал там хороших соревнований. Но в последнее время он много там курнил. Все равно я недоволен. Ну, надо исправляться. Сейчас есть средства у родителей, кого-то что-то сказать, пожалуйста. У меня столько болтает здесь. Если есть наши родители, которые вместе сколько лет уже идем, работаем. Поэтому слово господи все равно дает. Ура! Все, смотрите? Давай составь, что за мной ходит, я потом скажу. Я пришел, учаим, скажи. Я уже скажи. Ты как составный человек пришел, не видно реакции изнутри, какие вы. Честно говоря, прежде всего. Дайте внимание. Хотелось бы поблагодарить Магомеда Успанова за проделанную работу. То, что он нашел все-таки и находит у вас в Азеке. Умеет правильно подойти к каждому ребенку. Подточить где-то что-то, у кого где-то что-то не зарабатывает. Эти моменты отточить. И сделать из вас чемпионов. Сделать из вас таких ребят, которые в дальнейшем тоже, я уверен, что вы будете хорошие результаты показывать. Ни для кого не секрет. Мы раньше тренировались 15 лет. Туда ходили почти более трех лет. Но я не хочу сказать, что я папа тренер. Но я когда вижу уже, что мальчику чего-то не хватает, он уже перестанет дальше расти. Я как бы уже начал искать достойную альтернативу. Очень много вариантов было. Но все-таки и Раджаб сам тоже доходил к Магомеду Смановичу. И я тоже, видя его работу, постоянно наблюдаю за его работой. За столь, я скажу, короткий период, этот парень добился очень хороших успехов. Очень хороший результат. Неоднократно его признавали лучшим тренером. Поэтому я считаю, что в дальнейшем вот эта вся работа, которую он проделывает, она даст очень хорошие и положительные плоды. Но мы, в свою очередь, что мы сможем поддержать. Потому что я знаю, что это такое, когда родители помогают, когда родители поддерживают. Это и самому тренеру тоже приятно бывает. И еще он, еще сильнее хочется работать и двигать вперед ребят. И сам тоже идти в данном направлении развиваться и получаться в успехе. Я хочу от себя лично поблагодарить его, то, что он так принял его, то, что он занимался, то, что он не отказал. Потому что многие не любят, когда оттуда-отсюда переходят. Это такая сама, он не даст совпаду, знаю, что такое, о чем я говорю. Как бы ни было, ему огромное баркало. И вам всем баркало. Я в вашем лице тоже прорвел нового окружения, новых товарищей. Ни на минутку, ни на секунду не жалею, что сюда пошел. Ваш коллектив. Ну, все, что от меня зависит, я тоже делаю. Всем баркало. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Вот эти последние слова, которые он сказал, это мои слова. Я не готовился, сразу говорю. Главное готовиться. Я представляю, что подготовился. Мне неделю готовиться нужно, чтобы так сказать. Спасибо.